Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Давайте поговорим о соцсетях. Публикации в любой соцсети каждый день разные, каждый раз новые. Не спорю, есть, конечно, очень много познавательного, развивающего и в чем-то обучающего. Но тот сказал это, этот сказал то, и многие другие слова и замечания, которые я лексически не могу даже озвучить. К сожалению, многие из нас не контролируют свою речь и необдуманно бросают слова на ветер. По поводу этого Всевышний Аллах сказал, Ауза виллахи мина шейтанирраджим, Валя тагфу ма лейса лакабихи айлм, Иннас-сам'а вал басара вал фуада куллю уля и ка кана анху мас'уля. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину слух, зрение и сердце, за них вы будете призваны к ответу. А далее скинуть, переслать, скопировать ссылку, отправить, загрузить, чтобы переслать. И так по кругу. Желая поделиться очередной горячей новостью с кем-либо из ваших знакомых, Вспомните следующий аят Кур'ана. Ауза виллахи мина шейтанирраджим, Валлазинахум аниллагви му'ризун. Преуспели верующие, остерегающиеся от пустых разговоров. И еще посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман сатора муслим, ман сатора хуллаху фиддуния вуаля ахира». Когда бы раб Аллаха не скрыл грехи другого раба, Аллаха, Аллах скроет его грехи в этом мире и в сутный день. Еще есть бесконечный круг героев в комментариях. Вот тут и вылезает все сквернословие. Во-первых, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ляйсаль му'мину бит а'ан, вала бил а'ан, вала бил фахиши, вала бил бази». Верующий не порочит, не проклинает, не совершает ничего непристойного и не сквернословит. Во-вторых, матерится только тот человек, который ограничен запасом слов. Ну, чем объяснить или подобрать привычные правильные слова, намного легче послать на некоторое количество букв. Думаю, что все поняли, о чем это я. Понятно поняли. А задумались ли вы над этим? Вот я сейчас хочу, чтобы вы задумались. Уважаемые братья и сестры, мы находим время на бесконечное пролистывание ленты и не находим время на то, чтобы вовремя сделать намаз. чтобы пойти обучиться Кур'ану. Как? Как у нас хватает ума вылить грязь на человека из публикации, и в то же время не хватает этого ума, чтобы найти оправдание своему брату и сестре по вере. Почему? Почему мы лайкаем и репостим бесконечное количество харама и так безразличны к правильному? Откуда берется азарт поспорить в комментариях, и куда девается наш азарт на соблюдение сунны, на восполнение пропущенных намазов и постов? Кругом пиар, хайп, понты. И мы, как зомбированные этим хламом, смотрим на это зрелище и следуем за ним. А за себя, когда возьмемся? Страшно же ведь. Наши же дети следуют нашему примеру. А мы потом требуем с них послушания, понимания, участия и серьезности. А еще страшнее, когда будем давать отчет в могиле. Что мы скажем? Когда предстанем перед Всевышним, что мы скажем? Когда нас спросят за наши деяния, что мы покажем? Кривые пальцы, которые держали телефон и тыкали в экран? Я, конечно, утрирую, но доля правды в этом есть. Очень надеюсь, что хотя бы на минуту хоть кто-то сейчас узнал себя и хорошо задумался над этим. А затем еще раз прикинул в соцсети ценности этого мира и то, что заберет с собой в тот мир. Никогда не поздно менять что-то вокруг себя. Но начинать нужно ради Аллаха с самого себя. С самого себя нужно начинать. А там и мир станет лучше, и люди добрее. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум